Всем привет! Меня зовут Элейника, и я бренд-шеф компании Goodwill. Сегодня я научу вас готовить очень вкусную кукурузную кашу с домашним соусом песто и яйцом пашот. Для этого нам понадобится кукурузная крупа Goodwill. Почему именно она, вы наверняка догадались, потому что я доверяю качеству этой продукции. Я знаю, что компания Goodwill является не просто посовщиком круп, а непосредственно производителем полного цикла. Они выращивают все крупы в регионе, который входит в топ-5 экологически чистых регионов России. Все минералы и полезные вещества круп сохранены в верхнем слое зерна. Поэтому нам для рецепта понадобится кукурузная крупа. Каша наша будет сливочной, поэтому мы используем сливки 33% для нее. Для начала просто отварим кукурузную крупу в фильтрованной воде. И параллельно с этим будем готовить домашний соус песто, ингредиенты для которого я чуть позже вам покажу. Крупу мы заливаем фильтрованной водой. Заливаем ее так, чтобы просто покрыть поверхность нашей крупы. Все, и ставим нашу крупу на плиту. И ориентируемся на вкусовые ощущения, потому что нам необходимо ее довести до полуготовности. Потому что мы далее будем заливать ее сливками и доводить уже до состояния готовности. Пока наша крупа варится, мы займемся приготовлением домашнего соуса песто. Для него нам понадобится свежий базилик, кедровый орех, который мы предварительно подрумянили на сковороде до такого красивого золотистого цвета. Буквально подпалили ему бачка. Соль, несколько зубчиков чеснока, сок лайма, перец красный и оливковое масло. Соус песто можно загустить. Его консистенция может варьироваться от количества зелени либо орехов. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Вы можете ориентироваться на свой вкус. Если вы хотите гущую консистенцию, добавляйте больше орехов и больше базилика. Если вы хотите жидкий соус песто, то, соответственно, больше растительного оливкового масла. Либо можно добавить немного сока лайма и теплой воды. В чашу блендера мы добавляем 100-120 грамм кедрового ореха, 2 зубчика чеснока, наш базилик, 100-120 грамм базилика. Это где-то 2 пучка. Жесткие стебли мы убираем. Они нам дадут волокна ненужные, неприятные, поэтому мы от них избавляемся. Если вдруг не оказалось сежего базилика под рукой или закончился сезон, вы можете смело использовать мяту. Мятное песто тоже безумно вкусное. Тут полный полет фантазии. Одного лайма будет достаточно. Предварительно мы его раскатаем по поверхности стола для того, чтобы выжать из него максимально все соки. Немного соли. И оливковое масло. 100-120 миллилитров. Все, наша задача все это взбить сейчас в блендере. И посмотрим на готовую консистенцию. Ну что, у нас песто готов. И ждет он своего звездного часа. Осталось только довести до готовности нашу кашу и украсть ее этим ароматным пряным песто. Далее нам необходимо подготовить чеснок для нашей каши. Мы же помним, что она у нас не сладкая. Поэтому буквально два зубчика чеснока мы мелко шинкуем. В уже готовую кукурузную крупу добавим наш чеснок и немного хлопьев красного перца. Он пикантно острый, не обжигающий острый. Пару капель оливкового масла. Кусочек сливочного масла. На смеси масел, на смеси оливкового и сливочного масла подрумяниваем чеснок. Слегка. Даже не до золотистого цвета, а просто, чтобы он у нас стал прозрачным. Нашу готовую кукурузную крупу отправляем к нашему чесноку. Ровно то количество, которое вам необходимо на одну порцию. Я добавляю 2 столовые ложки. И добавляем сюда сливки. И все. Оставляем нашу кашу и займемся яйцом пашот. Для яйца пашот нам понадобится фильтрованная вода. На литр воды мы добавим 2 столовые ложки винного уксуса. И достаточно сильный огонь, чтобы у нас эта вода закипела. И чайную ложку соли. Уксусу соль для яйца пашот необходимо, чтобы придать ему определенный вкус, чтобы оно не было пресным. Но и с другой стороны, уксус позволяет стабилизировать белок в нашем яйце пашот. И держать ему форму, чтобы он не растекся и не разошелся. Но главный лайфхак для приготовления яйца пашот, это, конечно, свежее домашнее яйцо. Потому что, ну, только свежесть домашнего яйца можно проверить. Магазины яйца, к сожалению, свежими бывают редко. Поэтому, если у вас достаточно пустой белок, который не растекается вокруг желтка, значит, ваше яйцо свежее. Вы можете предварительно проверить это. И использовать для пашота только свежие яйца. Либо добавить еще больше уксуса. Воду мы кипятим. И потом снижаем температуру воды до среднесильной. Нам не нужны элементы кипения на поверхности воды. Мы должны максимально аккуратно вести наше яйцо в воду, чтобы его не травмировать. Очень важно ориентироваться не только на время приготовления яйца, но и на его внешний вид. Важно, чтобы белок схватился уже, но желток оставался жидким. Достаем. Самый главный кульминационный момент – декорирование. Сливочную кукурузную кашу с чесноком и красным перцем выкладываем. Можно в глубокую тарелку. Можно в супницу. Ароматный соус песта. Мы делали его изначально густым, для того, чтобы он не тонул на поверхности нашей каши. И кульминация всего – яйцо пашот. Красивое, как шарик моцареллы. И самый главный штрих, секунду буквально, это надрез. Аппетитная кукурузная каша с соусом, песто и яйцом пашот готова. Но визуально не хватает хлопья в красном перце. Он должен не только чувствоваться во вкусе, но и радовать глаз. Поэтому не жалеем. Вот теперь точно все.